В 1942 году Терновским районным военкоматом Саратовской области Евгений Некандрович Артемьев был призван в армию. За умилое руководство и планирование боевых операций он награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной Войны Второй Степени. 27 марта 1944 года в районе деревни Соокюла Нарвского района Эстония пропал без вести. Благодаря ребятам из поискового отряда военно-исторического объединения «Отсинг» бойцы возвращаются домой. Для них война закончилась. Уважаемые ионгородцы и гости нашего города, дорогие наши ветераны, вот уже 75 лет как отгремело эхо этой самой страшной, самой ужасной, бесчеловечной в истории нашего человечества войны. Как бытует мнение, война продолжается до тех пор, пока не похоронен последний солдат. И сегодня благодаря активнейшей работе поисковых организаций и нашего города, и соседней с нами Нарвы мы имеем возможность отдать дань памяти героям, отдавшим свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Вечная им память и наш низкий земной поклон. Спасибо. И сегодня, в этот майский день, мы отдаем дань памяти и уважения всем молодым бойцам, которые не щадили ни жизни, думали только об одном – как принести мир и спокойствие на нашу землю. Низкий поклон всем ветеранам, которые по-прежнему с нами в строю и которые являются живыми свидетелями тех страшных событий. Вечная слава героям, которые погибли на полях войны. Погибшие в кровопролитных боях на Нарвском блацдарме в далеком 1944 году майор Шарыбин Афанасий Васильевич и сержант Артемьев Евгений Никандрович возвращаются спустя 75 лет на родину. И я от себя лично, от всего Себежского края благодарю поисковиков, которые, не щадя своих сил, личного времени, находят солдат той страшной войны и ставят их в строй, как они говорят. И огромная благодарность консульству России в Эстонии. Еще два солдата возвращаются на родину. Их души обретут вечный покой. Сегодня мы минутой молчания почтим их память. Если бы каждого погибшего, умершего от ран, от голода, замученного, мы почтили минутой молчания, то человечество всего мира замолчало бы на 30 лет. Посмотри и сделай все, что можно, чтобы больше не было войны. Дедушка, война слишком затянулась для тебя, но вот и она закончилась, и ты вернулся. Мы тебя долго ждали. Твоя дочь, моя мама, мои брат и сестра, твои внуки, племянники. Мы все тебя ждали. Ты вернулся с войны и скоро встретишься со своей женой, моей бабушкой. Она похоронена в Архангельской области, в деревне Ломоносово, и мы поедем туда вместе. Спасибо большое поисковикам группы Отсин, которые нашли Юрию лично, который нашел тебя. И позволь отдать честь тебе и твоему однополчанину. Победители, они воины и отдали свою жизнь за нас. Помоги Господу. Давайте тех сегодня вспомним, кто там остался, на войне. Тех, кто погиб в боях кровавых, да и пожить-то не успел. Кто шел под пули, не за славой, смертельный страх преодолев. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля, и вспыхнет вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сороковые роковые. Молодые парни из поколения недоживших и недолюбивших, но не сломленных. Вечная вам память солдаты Великой Отечественной войны.